Здравствуйте! Это программа «Городские встречи». Меня зовут Максим Васильев. Осень в политике – это не только время собирать камни, но и время определять новые горизонты и рубежи. В начале ноября стало известно о смене координатора Рязанского регионального отделения ЛДПР. С приставкой ИО на эту должность был назначен бывший депутат Государственной Думы от Рязанской области Александр Шерин. Здравствуйте! Здравствуйте! Александр, что это? Возвращение в родные пенаты. Насколько я понимаю, более 10 лет вы были координатором Рязанского отделения ЛДПР. То есть, по сути, что и как делать, вы уже знаете. Да, я возглавил Рязанское региональное отделение ЛДПР в декабре 2000 года. Руководил региональным отделением до 2013 года. Затем в 2014 году я перешел работать депутатом Государственной Думы фракции ЛДПР. И в 2016 году у нас состоялись выборы депутатов Государственной Думы 7-го созыва. Я баллотировался от списка совмещенного Рязанской и Тамбовской области. К сожалению, на выборы в Государственную Думу 8-го созыва у нас фракция ЛДПР сократилась практически в два раза. И я, как и часть моих коллег, мы в состав новой Государственной Думы не вошли. Я являюсь членом высшего совета ЛДПР. У нас впереди очень серьезная работа на территории Рязанской области. И председатель ЛДПР определяет, кому, чем из депутатов Государственной Думы, которые не прошли в Государственную Думу, но для партии представляют определенный кадровый интерес и потенциал, определили место работы в качестве руководителя Рязанского регионального отделения ЛДПР. Вы уже определились с планами, что первым пойдет, что вторым, что третьим. Составили для себя список? Да, я вижу, что нужно делать. Мне очень приятно, что состоявшееся плодотворное совещание координаторов местных отделений, на котором присутствовали практически все координаторы местных отделений ЛДПР по Рязанской области, мы определили цели и задачи. У нас в 2022 году очень серьезный выбор на территории Рязанской области. Выборы главы субъекта. У нас выборы в органы местного самоправления в единый день голосования. Я лично обзваниваю членов партии по каждому местному первичному отделению. Выявляю тех людей, которые, к сожалению, уже умерли. Выявляем тех людей, которые переехали в другие регионы. Нам необходимо произвести, по сути дела, как в армии говорят, строевой смотр, инвентаризацию. Обновить списки. У нас люди, которые пойдут на выборы, это очень серьезный кадровый потенциал, который нужен любой партии. Мы всегда рады новым лицам, которые приходят в партию. Мы всегда очень бережно относимся к тем людям, которые давно состоят в ЛДПР и к партии относятся искренне. Есть люди, которые вступают в ЛДПР за несколько лет до выборов и становятся депутатами. Есть люди, которые в ЛДПР состоят уже несколько десятилетий. И они тоже имеют полное право и потенциал стать депутатами. Но так как Рязанское региональное отделение ЛДПР – это для меня абсолютно родная семья, потому что я в ЛДПР вступил 27 мая 1999 года. Тогда были очень нелегкие времена. У нас партия в 1999 году получила очень серьезную, скажем так, утрату по количеству голосов избирателей. Тогда партию ЛДПР, напомню, до выборов не допустили. Баллотировался блок Жириновский в 1999 год. Мы с трудом преодолели 5-процентный барьер в Рязанской области. И, конечно же, такого интереса, ажиотажа к партии в самой области не было. Приходилось все создавать практически с нуля, собирать людей. И в первую очередь мы опирались на тот потенциал, который был уже у партии. И сегодня нам необходимо встретиться с членами партии в каждом районе Рязанской области. Надо определиться, кто будет возглавлять местные отделения. Останутся старые координаторы, которые желают работать. У нас в уставе партии есть нормы и порядок переназначения людей. Есть ограничения по срокам пребывания на должности. Что один и тот же координатор не может быть более двух сроков подряд на этой должности. Соответственно, мы должны сейчас подбирать людей, которые потенциально у нас будут кандидатами в депутаты. Кто готов работать на той или иной территории для того, чтобы потенциально стать депутатом и получить поддержку избирателей. Но в основном это молодежь. Вы на молодежь делаете упор? Да, мы делаем упор на молодежь и мы делаем упор на тех людей, которые имеют желание и возможность активно принимать участие в деятельности партии. Потому что очень многие, наверное, еще об этом не знают. В Государственной Думе уже принят в первом чтении закон, который будет менять систему выборов в органы местного управления и в законодательные органы субъекта Российской Федерации. Например, сейчас Рязанская областная дума и городская дума формируются 50 на 50 по смешанной системе. То есть половина депутатов избирается по одномандатным округам, половина по партийным спискам. И, как правило, вот эти вот партийные списки, они вызывают наибольший интерес у оппозиционных партий. Потому что это единственная практически возможность избраться в Рязанскую городскую думу или областную думу. Потому что в одномандатном округе, как правило, может победить человек с высоким уровнем доверия избирателей, с хорошим финансовым ресурсом, медийные люди, которые часто встречаются с избирателями. И, как правило, по одномандатному округу победить представителям оппозиционных партий очень сложно. Они проходят, как правило, по спискам. Вот у нас были выборы в 2018 году, у нас практически все депутаты в городскую думу прошли по партийным спискам. И вот в 2020 году были выборы в Рязанскую областную думу, у нас все депутаты прошли по партийным спискам. По одномандатным округам в основном проходили кандидаты от «Единой России». Сейчас будет система меняться. Сейчас будет 25% депутатов избираться по партийным спискам, это в лучшем случае. 75% будет избираться по одномандатным округам. То есть депутатов, которые будут избираться от конкретной территории, будет становиться больше в пропорции. Вот каким должен быть идеальный, идеологический кандидат, на кого вы будете обращать внимание? Это лидеры общественных мнений, это, может быть, уважаемые люди. Кого будете привлекать, чтобы у них действительно за ними стояли избиратели не на бумаге, а в жизни? Ну, вы знаете, у нас есть требования, которые определяют федеральные нормы закона. Есть требования, которые определяет партия, председатель ЛДПР. Как правило, это люди, которые имеют партийный стаж не меньше пяти лет. Как правило, это люди, которые не должны иметь бизнеса. Люди, которые, естественно, не имеют судимости, даже погашенных. Поэтому те люди, которые под эти критерии подходят, они потенциально могут быть нашими кандидатами. И, конечно же, это наличие высшего образования, это желание и умение работать с людьми, это постоянное взаимодействие с людьми. У нас есть возможность сегодня работать с избирателями через нашего депутата в Государственной Думе. У нас Рязанская область сегодня курируется депутатом Государственной Думы Сипягиным Владимиром Владимировичем, который был губернатором соседней Владимирской области. Мы друг друга давно знаем и по партийной работе. Кстати, он, как и я, долгое время возглавлял соседнее региональное отделение ЛДПР. Поэтому люди к нам приходят в приемную партию. Они, соответственно, составляют обращения. Мы направляем через депутата Государственной Думы запросы. Работа ведется. И те люди, которые сегодня к нам приходят в команду работать, это и молодые люди. Я их сразу настраиваю на то, что если человек приходит в партию и не имеет желания баллотироваться, то тогда надо задаться вопросом о цель пребывания. Есть люди, которые с большой симпатией относятся к ЛДПР, к лидеру партии Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Люди, которые не имеют возможности или желания баллотироваться. Это нормально. То есть эти люди могут всегда быть задействованы в качестве агитаторов, наблюдателей. Но энергичные люди, деловые люди, которые имеют желание становиться публичными политиками, это тоже определенного рода испытание. То есть мы сегодня специально выделяем категорию многодетных семей из числа членов партии. Выделяем категорию семей инвалидов. Выделяем категорию людей 65 плюс старше. Чтобы у нас молодежная организация оказывала внимание и заботу людям, которые сегодня находятся в преклонном возрасте из числа членов ЛДПР. И им в первую очередь оказывать всю необходимую помощь, поддержку на дому в том числе. Такое внутрипартийное волонтерское движение. Надо оказывать помощь многодетным семьям. Нужно оказывать помощь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, имеют инвалидность. То есть вот этими направлениями мы должны заниматься. Вот, кстати, о работе с населением. Вы упомянули депутата Государственной Думы. Но вы сами в прошлом, в недавнем, в прошлом депутат Государственной Думы. Алгоритм общения с населением, алгоритм взаимодействия, он изменился каким-то образом? Ну, к сожалению, у нас количество регионов, которые закреплены за каждым депутатом фракции ЛДПР в Государственной Думе увеличился. И по причине того, что депутатов стало меньше, а количество субъектов остается прежним. Поэтому нагрузка на депутата увеличивается. Но мы знаем, что у нас Владимир Владимирович Сипягин по адресу город Рязань, улица вокзальный, дом 11. Каждый месяц будет вести прием граждан. Как правило, это последняя неделя каждого месяца является региональной неделей, когда депутаты выезжают в свои регионы. Один из этих дней он выделяет на Рязанскую область. Это при том, что у него пять субъектов Российской Федерации закреплены. Ему нужно за пять дней проехать пять регионов. Мы будем на страницах наших социальных сетях, на сайте информировать население заблаговременно о том, когда и в какой день будет вести прием граждан Владимир Владимирович Сипягин. Составляется письменное обращение, составляется депутатский запрос, направляется в различные органы. Я являюсь помощником депутата Государственной Думы. Я являюсь членом Высшего Совета ЛДПР. То есть все те возможности, рычаги, которые у нас имеются, мы будем подключать. Естественно, у нас есть депутаты в Рязанской городской думе, в Рязанской областной думе, есть депутаты местного самоправления. Но я по своей практике знаю, что если человек приходит к нам в приемный ЛДПР, если он к нам обращается, то он с нас и будет спрашивать о результате своей деятельности. Поэтому просто переадресовать письмо депутату и сказать, что на этом наши функции и полномочия закончены, мы, конечно, этого делать не будем. Мы будем брать под контроль каждого гражданина, каждого избирателя, которые обратились к нам. И мы будем, соответственно, те проблемы, которые в городе, в регионе существуют, и если даже люди не обращаются по этим вопросам, индивидуальном порядке, мы, конечно, эти все проблемы переадресовываем нашему депутату в аналитические записки. Он уже может их использовать для того, чтобы с трибуны Государственной Думы эти вопросы поднимать, соответственно, направлять депутатские запросы или вносить законодательные инициативы. Но я хочу обратить особое внимание на то, что политическая партия, являясь оппозиционной, она должна, конечно же, те больные вопросы озвучивать. И если, допустим, у нас происходят какие-то проблемы в Рязанской области, то, конечно, их надо критиковать, надо поднимать их на поверхность и добиваться от власти их решений. Хотели видеть меня в Рязани? Я в Рязани. Я буду работать в Рязанской области. Буду работать так, как умею, инициативно, энергично. Меня учили в Рязанском десантном училище ставить задачи и добиваться их выполнения. Возможно, кому-то не совсем это нравится, но все те задачи, которые передо мной поставила партия и лично председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский, на территории Рязанской области будут реализовываться. И мы будем взаимодействовать с органами власти, органами государственной власти, региональными властями. Мы готовы поддерживать во всех здравых инициативах и администрацию города, и правительство Рязанской области. Но если есть какие-то вопросы, которые не решаются, вопросы, которые жители Рязани и Рязанской области беспокоят, они всегда смело могут приходить к нам. Телефон у нас 3-7-306 не изменился. Они могут к нам обращаться в приемную, на вокзальную 11, и мы работаем каждый будний день с 10 до 19.00. У нас специально такой режим работы, чтобы люди после работы могли к нам успеть заехать в приемную ЛДПР. Поэтому буду личный прием граждан вести и работать. Вот я столько лет состою в ЛДПР, и все, что я смог достичь, и избирался депутатом областной думы, государственной думы, это благодаря личному доверию и поддержке Владимира Вольфовича Жириновского. Люди, которые приходят в ЛДПР всерьез и надолго, они должны четко и ясно это уяснить. И вот те члены партии, которые в ЛДПР состоят вместе со мной уже не один десяток лет, они очень тепло и воодушевленно восприняли тот факт, что я буду возглавлять Рязанское региональное отделение ЛДПР. Я хочу только привнести в деятельность нашей партии. Я хочу, чтобы я смог каким-то образом быть полезным Рязанской области, Рязанским региональным отделением ЛДПР. Если руководство партии посчитает, что я должен работать на каком-то другом направлении, я с большим удовольствием буду работать на этом другом направлении. Я очень рад, что у меня есть образование военное и понимание, что такое субординация, что такое единоначалие, что такое работать в конкретном едином коллективе. Там, где демократия, либерализм, это все очень здорово. Но когда нет конкретного лидера, руководителя, это бардак. И в нашей стране сегодня очень многие вопросы решаются, потому что есть четкая и понятная вертикаль власти. И в регионе, когда есть четкая и понятная вертикаль власти, когда есть губернатор, слово которого закон, в таком регионе живется комфортнее и стабильно. И в любой партийной структуре так же должно быть. Но есть люди, которые всегда будут заинтересованы в том, чтобы у конкурентов были какие-то проблемы. Я бы хотел сразу сказать им, что они не дождутся. И в ЛДПР очень мощная, сильная, сплоченная команда. Мы работали, работаем и будем работать под надежным крылом Владимира Вольфовича Жириновского и при мощной поддержке наших избирателей. Я хочу напомнить очень важный момент. В 2018 году партия ЛДПР в городе Рязани на выборах заняла второе место. В 2020 году мы заняли второе место на выборах в Рязанскую областную думу. Но, к сожалению, в 2021 году на выборах в Государственную думу мы получили меньше результата. Но появилась партия в Государственной думе «Новые люди». Очень многие люди говорили о том, что нужны новые лица, о чем вы говорите, нужны новые веяния, новые течения. Если есть люди, которые в партии много лет состоят и являются депутатами, они нормально работают, пожалуйста, пусть дальше работают. Пожелаем вам удачи, спасибо за участие в программе. Напоминаю, что у нас в студии сегодня был координатор регионального отделения ЛДПР в Рязани Александр Шерин. Спасибо. Спасибо вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова